Это здание на углу Пионерской Степана Разина, построенное в начале 30-х годов, представляет собой яркий пример архитектурного конструктивизма не только в Самаре, но и в целом в стране. Современный облик имеет мало общего с первоначальным, а вчерашнем лоске здесь напоминают разве что остатки старинной лепнины, увидеть которую можно лишь заглянув внутрь. Хоть здание и принадлежит Министерству внутренних дел, его двери всегда были открыты. Сюда приходили не только жители города на Средней Волге, но и приезжие. В этих стенах проводились концерты, спектакли, конкурсы. Здесь же располагался известный джаз-клуб. В джазе не только девушки, но и бравые офицеры. Кзержинка, как прозвали клуб Самарцы в 40-е и 50-е годы, был местом притяжения горожан. Здесь, в этих стенах, давали концерты ведущие джаз-бэнды страны. Здесь же создали первый в истории города музыкальный коллектив, исполняющий музыку в стиле джаз. Первым в городе джаз-бэндом, кстати, стал оркестр НКВД. На одном из музыкальных фестивалей клуб Дзержинского назвали роддомом самарского джаза. Жемчужиной клуба был огромный актовый зал, который вмещал 900 зрителей, а на всех шести этажах располагались клубные кабинеты. Реставрация здания запланирована в несколько этапов. Первый уже почти завершен, отремонтирована кровля. Сразу после проведут торги и начнут реставрировать фасад. Чтобы восстановить первоначальный облик здания, над проектом работали историки. После ремонта фасада приступят к реставрационным работам внутри. На ремонт только кровельной части здания направили порядка 19 миллионов рублей. Кровли были сложные. Те кровли, которые над актовым залом, над спортивным залом, представляли собой систему ферм, которые огромных размеров и фактически все работы происходили, необходимо было производить без использования техники, все на руках. Специфика работ, как правило, это сохранение подлинного состояния памятника. После реставрационных работ в клуб Дзержинского перенесут в музей истории МВД. Он будет открыт для самарцев. Еще одно здание, которое также находится в ведомстве силовых структур – дом полицейского управления. Сегодня в этих стенах располагается УФМС. С 1917 по 1918 здесь был штаб охраны города. Двухэтажная кирпичная постройка переживает не лучшие времена. Внутри мало что напоминает о богатой истории. Разве что чугунная лестница между этажами и печально известный подвал, в котором, по слухам, проходили расстрелы. Строительные нюансы, к сожалению, мы не можем это всецело поддерживать. Здесь нужен профессиональный подход. И этого профессионального подхода ждем от наших коллег. Ремонт внутри предстоит сделать силовикам. А вот фасад, за который больше всего болит душа у градозащитников, будет отреставрирован уже в следующем году на федеральные средства. Мы стараемся всегда восстанавливать тот первоначальный облик, который был у этого здания. Появление каждого нового реставрированного объекта, которому возвращена была красота, это еще одна точка притяжения. Это еще одно место силы, рядом с которым люди совершенно по-другому начинают себя чувствовать и ощущать. Один из ярких городских объектов, который планируют отреставрировать самый загадочный особняк Самары – дом Неронова. Он находится чуть ниже клуба Дзержинского. Но для привлечения федерального финансирования и старта реставрационных работ там нужно решить вопрос с собственностью на участок. В планах парламентария реставрировать здание не по одному, а комплексно, чтобы новый облик приобретал весь микрорайон. Мария Левина, Максим Гусев, События.